Я нахожусь на месте, где проходил фестиваль Нова ровно год назад. И такое ощущение, что я нахожусь на кладбище. Здесь каждому из погибших поставлены такие вот маленькие монументы, маленькие памятники с портретами. Рядом с этими местами находятся их близкие, их родные. И сюда приехало очень много израильтян. Сегодня особенный день, годовщина 7 октября. Здесь сцена, с которой выступают люди, поют песни. Здесь приходят родственники рассказать о том, как погибли их близкие, кем они были, какими людьми они были. Здесь вся атмосфера очень эмоционально насыщена. 7 октября прошлого года мы не сразу поняли, что происходит. Я была в Батьяме, зазвучали сирены. Мои родственники на юге помогали спасать участников новых. Они из Машава-Патиш. Забрали их и укрывали у себя. Люди стали меня расспрашивать, прислали имена пропавших без вести на фестивали. Попросили меня узнать через моих родственников, нет ли среди них спасшихся. К моему огромному сожалению, их убили. Это Эден Захария и Офе Кимхи. Я приехала сюда в память о них. Я декла, сестра Алона Бората. Старшина полиции, он работал следователем в участке Рахата. В ту ночь он не должен был быть там. Коллега попросил его поменяться. Наверное, это судьба. Его смена заканчивалась с половины седьмого, но начались ракетные обстрелы. Поступило указание эвакуировать людей, и он начал направлять их к выходу. А потом стали появляться сообщения о том, что боевики расстреливают машины. Вместе с коллегой, другом Игалем, они нашли объездную дорогу в поселок Потиш и начали перенаправлять людей туда. Игаль вывозил туда всех, кого мог, сделал много ходок. Он спас около 500 человек. Алон с другими полицейскими в это время помогал людям на месте. В какой-то момент Игаль позвал его. Алон, поехали, помоги мне. Но мой брат чувствовал ответственность перед коллегами и людьми. Он остался, вступил в бой с террористами и погиб. Он пал как герой. Но мне, как его сестре, хочется, чтобы он не был героем, чтобы он остался жив, как простой мой любимый брат.